МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-1 протягивает новины региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Усе промысловые предприемства Гомеля, которые сутокнулись с вытворчими экономическими проблемами, будут находиться на сабливом контроле городского выконавчика комитета. В ближайший час они должны предоставить детальовые и головные реальные планы по лепшению ситуации. Обращаться с коллективами таких предприемств встретятся информационно-пропагандистские группы Гомельского Гарвы-Канкама. Гомельский завод специнструменты и технологические оснастки как самостоянное предприемство селета отзначил 30-ти годы. Под свою историю тут могут отличить в уголе с 1930-го года, когда на Гомсельмаша появилась первая инструментальная вытворчасть. У 1985-м минавито на ее базе и был створанный завод, ориентованный у первую чергу на комбайна-будовнику. Пратяглы час такое супрацовніство дозволяло предприемству упылненно отчувать себе у экономичном плане. Однако проблема, с якими зараз сутыкнулся Гомсельмаш, пачалі не самым лепшим чыным отбиваться и на экономице завода специнструмента. У совязи с чем зараз то прапрацовуюцца варианты по пошуку новых партнеров и по ширине рынка узбыту у тымліку за межами краины. Головный стремлеваючий фактор – высокие вытворчые затраты. Потенциальные конкуренты могут робить не горш, а лепры гэтым – та не. И большие задачи, серьезные задачи стоят перед руководством, в первую очередь именно по этому направлению. Будет серьезное сокращение издержек производства, снижение себестоимости, портфель заказов, он просто автоматически придет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поэтому вот эти приоритеты мы поставили сегодня перед руководством. Ну и безусловно мы будем контролировать, как эта работа ведется и на этом предприятии, да и на всех других предприятиях города. Падчас устречы информационно-пропагандистской группы гумельского гарвыконкама с коллективом завода специнструменты и технологичной оснастки, размова об экономичной ситуации областным центры и перспективах предприемства. Проведенная модернизация вывела яго на узровень высокотехнологичных, а летя перга эту перевагу необходимо выкаристать максимально эффективно. У гумельчан есть опыт супрацовництва с компаниями США, Германии и Израиля. Их продукция поставлялась у Россию, Украину и краины Балты. А тому на заводе ведают, что потребно покупнику, у тым лику замежному. И вельмис падяются знайсти высти и захавать коллектив. Коллектив должен идти на работу и знать, что он заработает деньги и будет стабильно, так сказать, иметь возможность обеспечить и свои семьи, и своих детей. Поэтому, я думаю, эти трудности всегда временные. Олег Сентюров, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гумель». Пытания, которые тычутся экономической безопасности нашей краины и у приватности Гумельщины, обмерковались сегодня, подчас промоу эфиру программы «Задай питание уладе» на Радио «Гумель плюс». Гостям студии стал начальник управления по борьбе с экономическими злочинствами Управления внутренних справ Гумельского Абл-Выконкама Дмитрий Анищенко. Подчас радиопередачи он поведомил, за 2014 на Гумельщине было выявлено свыше 850 злочинству экономичной накерованости. Большь за полову зьих – коррупционные злочинствы, отримание дача хабару, злоуживание уладой або службовыми полномодствами. Одной из наибольшь схильных до коррупционной рызыки в нашем регионе з'является сфера промысловости. Фиксуются экономичные злочинства и в сфере гандлю, агропромыслового комплексу, аховы здоровья, будовництва, адукации и держкерованья. Одным из наибольшь приоритетных на прамках деятельности для работников управления зараз так сам изъявляется боротьба с фальшивомонетством. Только за первый квартал 2015-го на Гумельщине зарегистровано и узбуджено 16 криминальных справ по сбытию фальшивых грошовых купюр. Гражданам в случае обнаружения фальшивых денег обязательно обратиться в правоохранительные органы, не прятать эти деньги. Сотрудники зарегистрируют материал, проведут проверку, назначат экспертизу. Если будет купюра настоящая, ее вернут. Если фальшивая, то будет возбуждено уголовное дело, проведено ряд оперативно-розыскных мероприятий. На 11-й красавика у Гумеля запланованный митинг с уделом былых неполнолетних вязня у нацистских канцлагеров. У 11-й годин они прийдут на площу Паустанник, аб' ясчеразу сгадать пережитые жахи и напомнить людям об необходности захования миру. Сегодня городское громадское объединение «Дети войны» займая невеликий покой у центра Гумеля. Когда у початку 90-х организация только створалась, ее членами были больше 500 человек, заразу пять разов меньше. Они сбираются тут, ка бразом вучиться корыстаться компьютером, займаться рыгами и выучать немецкую мову. Некоторые с былых малолетних вязня уже дорослыми навод у Германии побывали. Некой ненависти даже хороу г этой краины кажуть нема ни у кого, але забыть, перожитая так сама нельга. Инайда Саучац наводна родилась вязням. Ее мать, якая была ця жарная, оккупанты вывезли у один из концлагеров, размещанных на территории Германии. Дядя Учынка и убачила свет. 20 июня 44-го года последний загон был, куда и попала мама. Приехал немец на мотоцикле, громко прокричал какие-то слова, стали всех выгонять с домов на улицу, и погнали их на железнодорожную станцию. А там в вагонах погнали в Германию. Об тем, что пришлось оперожить малолетним вязням, остатние ведают стольки по кинохрониках. Угады великая чинная из оккупированных территорий СССР у концлагера Третьего Рейха трапили свыше одного миллиона детей и подлетков. Большисть их подлегала знищению. Примусовые доноры, малолетние рабы, материал для проведения жудесных медицинских экспериментов, живое прикрытие уходе боевых операций. Сегодня те, кто выжил, рассказывают об этом у школах, университетах, войсковых частях, как люди ведали и памятали. Мы рассказываем именно то, что было. И ребята иной раз вместе с нами хлюпают носиками, а то и слезы вытирают. Мы от воспоминаний, а не от того, что они слышат это все. Кожный год и у любое надворье. 11-го красавика у Международный день вызволения вязня и они проводят митинг на площади Паустанне у Гомеле. Час так само неизменный – 11 годин. Неполнолетними гэтые люди пройшли празнацистские турмы, гета и концлагеры. И они переконаны – такое больше не повинно повториться ни с кем. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Александр Александронец. Телерадио-компания «Гомель». По выниках Республиканской Олимпиады по учебных предметах Гомельщина третий год за пар заняла первое место сирот областей краины. Дипломы переможца отримали больше, как 40% процентов представников региона. Олег Сентюров высветлял сокрытый успех. 22 дипломы первой ступени, столько же другой и 45-3. Наверное, по китайской мове, яка в школах Гомельщины в уголе не выучается. Две узнагороды привезли. По областному управлению и эдукацией такие выникли не вопадковым. За перемоги шли Метана Кирована. В первую очередь я считаю, что это система подготовки учащихся к заключительному этапу Республиканской Олимпиады. Это учебные сборы, это и тренеры, это работа тренеров с педагогами учреждений и образования, это преподаватели высшей школы, которые работают с нашими детьми. Олимпиада по учебных предметах проходит на протягу 6 месяцев от школьного этапа, да непосредственно республиканского, хоть по великим рахунку, подрихтовка да ее вядется постоянно, тем больше, чтобы спробовать свои силы, махчимо и у инших конкурсах. Причем вызначать наибольшие одуренных и перспективных можно уже с молодших классов. Долучиться до удела Олимпиады разных аузровни, от республиканских до международных, можно, причинающихся с вторичника класса. Такая практика истнует уже не каких годов. Причем каждый предметный конкурс мая свою назву. Вальверка, Олимпиада по биологии, гробусенок по географии, кенгурук по математикам. До удела в заключенном этапе республиканской Олимпиады по школьных предметах на Гомичне рыхтовались все разом. Наставники, учни и батьки необходно не только научить находить правильные отказы на складанные пытания. Великое значение мое психологичный настрой. Тут школьную Олимпиаду можно порогнать со спортивными, с поборницами. Коли сможешь концентроваться, шансы выиграть, поэлечиться у разы. Конечно, сначала очень страшно. Первая мысль, какие сложные задания. Однако потом ты говоришь себе так, успокоишься, собираешься силами и решаешь. Тренеры образных команд по обучебных предметах кажут, что задания сегодня были вельми складанными. Некоторые из их, навод далеко не все школьные наставники сдували выражать. Тем больше значимый успех. Особливо это течится командой по математике. 11 дипломов, одразу на 6, больше 5 лет. До речи по выниках Олимпиады 34 выпускники средних школ Гоминской области могут поступать у самой престижной ВНУ Украины без удела в централизованном тестировании. Есть круг тем, чисто олимпиадных, которые и дети знают, и учителя, которые их готовят, знают. Ну и, естественно, тренеры городских и областных команд тоже это знают. Ну и кто больше эту методику поработает, эти темы, там есть такие маленькие нюансы, кто в этих нюансах лучше разберется, тот и победит. Олег Синтеров, Александр Александровниц, телерадокомпания «Гомель». На Гомельщине выбрали самую грациозную и артистичную пригажуню. Ей стала, будучи юрист, а зараз студентка юридичного факультета университета имя Франциска Скарыны Вероника Ахрамович. Об тем, как прошел региональный этап международного конкурса «Королева весна-2015» ведая Вольга Славина. До початку конкурса еще о мальгадзина, однако у Гомельским городским центры культуры вельми шматлюдна. Кто-то пришел просто полюбоваться на конкурсанток и оценить узровень мероприемства, у некоторых уже есть свои фаворитки, які осенне, як николе, мают потребу у патрынцы. Пришли болеть за своих представительниц, потому что мы с особым трепетом относимся к своему конкурсу принцессов. Мы уверены, что, по крайней мере, они покажут себя мило, они покажут себя интеллигентно, они покажутся, как положено нашим принцессам. Глядачы уже в концертной зале, а в гримёрках традиционная митусня. А пошни пришиты гузик, адпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. У девчат сегодня все должно быть бездакорно. Празнекальки хвилин на эту сцену выйдут 12 самых пригожих представниц вышедших научальных установ Гомельской области. Напереде пять конкурсных выпробований и один заповедный титул. А разом с ним макчимать представить наш регион на международном конкурсе пригожосте «Королева весна-2015». Пять выходов на сцену и, отповедно, ровно стольки макчимастя у каждой конкурсантки завоевать любого члена журы и глядельные залы. Дефиле у национальных костюмах, интеллектуальное спаборніство, спорт-дефиле и творчые номары, демонстрация конкурсантками вечерних уборов и традиционный выход-дня вест. Далей долгое чакание вынеков, гарача спрэчки членов журы и вердикт. Другой вице-мисс конкурсу становится Анастасия Кубатина. Перший вице-мисс названа Татьяна Синицкая. Титул «Королева весна-2015» завоевала студентка Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарыны Вероника Ахрамович. Напереде у Вероники зноу репетиции под рухтока до другого республиканского этапа конкурсу, який отбудется уже у концы красавика. А не за горами и международное спаборніство у прыгажостей грации. Организаторы ж упылнены, покарыць интернациональну сцену беларуским прыгажуням не складе тяжкости. Республиканский финал Королева Весны запланирован на 29 апреля. Именно там мы определим трех финалисток, трех победительниц, которые будут представлять Республику Беларусь уже на международном конкурсе Королева Весна. Ну а международный конкурс, который, к слову, пройдет в нашей стране в этом году, в Республике Беларусь, состоится во второй половине мая. И мы уже определим красавицу среди претенденток очень сильных, очень серьезных со многих стран. Вольга Славина, Валерия Гапанько, телерадиокампания Гомель. У музея истории города Гомеля открылась выстава миниатюрного обудку. Оригинальный экспозиционный проект для жихаров и гостей областного центра представила майстер мастацкого рукоделля Светлана Бацанова. Незвычайная коллекция миниатюрного обудку наличивает больше, как 150 розных туфлях, ботиков и червячков. И она включает как исторические сучасные дизайнерские выробы. Усеяны самых разностайных материалов фарфор, керамика, шкло, лаза, металл, большая из этих миниатюрных моделей обудку были привезены аутаром тієей сябраме в якости сувениров из разных краин. Межтым Светлана Бацанова и сама майстер мастацкого рукоделля. Она занимается вышивкой картин в разных техниках и является удельницей многих выстав как у Беларуси так и за ее межами. Дарыча аутарские картины Светланы Бацановой так само знайшли годное место на выставе. Картины это моя слабость, это мое хобби, это мое все. Здесь у меня представлены картины Black Work. Она сложная, это техника, вышивают ее мало. Я видела на всех выставках, очень много выставок. В Минске я принимала участие в сборниках разных таких 5 или 6 выставок. Не было, я не видела. Но я попробовала, мне очень понравилось. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. До новых сустречу эфиры.